политики уже свыше 20 лет. Я знаю, что есть одно золотое правило, которое у нас в разные периоды не соблюдалось, но с разной степенью интенсивности. В период предвыборной кампании власть против оппозиции и уголовных дел не открывает. Тогда, когда у нас это происходило, международные наши партнеры, Совет Европы, Совет Евросоюза, ОБСЕ, всегда выступали в защиту оппозиции. Потому что, как правило, если открывать какие-то дела в предвыборной кампании, это есть не что иное, как желание подорвать позиции оппонента или вообще-то исключить его из предвыборной кампании. Тем более, такие уголовные дела по таким абсурдным поводам, как фальсификация собственной подписи в период физического отсутствия в стране, это говорит о том, что власть очень плохо с фантазией уже и никаких других причин, кроме таких абсурдных. Но я в детали этого дела вникать не буду, потому что не знаю, знаю одно золотое правило. В период предвыборной кампании, если мы говорим о том, что мы живем в демократическом обществе, у нас минимальные условия и стандарты соблюдаются, власть в отношении оппозиции такого рода уголовные дела не открывает. Речь идет не о преступлении, не о том, что человека поймали на месте преступления, есть какие-то совершенно очевидные вещи и так далее. Есть некие фантазии прокуроров и так далее, которые они пытаются сегодня трансформировать в уголовные дела, направленные против оппозиции. Я бы советовал прокуратуре, вот сегодня, перед тем, как будет принято решение по рефинансированию, возобновлению финансирования Республики Маллова, в период, когда мы идем к так называемым выборам президента, что я не считаю законами, она должна сегодня прокуратура информировать общество о том, как идет расследование кражи миллиардов, потому что это главная проблема Республики Маллова сегодня. Одно из следствий того, что у нас практически развалилось государство и то, что осталось контролируется мафиозными кланами, но кража миллиарда привела к росту цен, к снижению качества жизни людей, к снижению доходов, к повышению безработицы, к увеличению уровня отчаяния люди собираются уезжать, к потере окончательной веры и доверия к судебной системе, потому что вот уже два года как это произошло и никакого расследования практически не проводится. Вот прокуратура этим бы лучше занималась и информировала население о том, что происходит и кто виноват в этой краже для того, чтобы люди могли сознательно и информированно принимать решения тогда, когда идут в курд, не знают за кого голосовать. А то, чем они занимаются сегодня, это называется служить власти. Это называется обслуживать мафиозные интересы определенных группировок. Ну, в частности, сегодня обслуживание мафиозных интересов плохотнюка. Вот как это называется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова